Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Пристальное внимание прессы и общественности сегодня было приковано к городскому поселку Октябрьский. Причиной стала информация о якобы заложенном в райисполкоме взрывном устройстве. Как отметили в управлении Следственного комитета, такое сообщение поступило сегодня на электронную почту областного МЧС. На место происшествия незамедлительно выбывала саперно-пиротехническая группа. Были эвакуированы работники и посетители райисполкома. При обследовании здания взрывного устройства обнаружено не было. Октябрьским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения об опасности. ВСК подчеркивают, что если вина шутника будет доказана, то кроме уголовной ответственности на его плечи ляжет и материальная. Придется компенсировать экстренным службам затраченные на проведение спецмероприятий средства. А вот следующая информация, поступившая из Светлогорска, оказалась уже не фейком. Недалеко от города была обнаружена 250-килограммовая авиабомба времен Великой Отечественной войны. Ее нашли сотрудники предприятия миллиардативных систем при разборке ветхого строения в деревне Секеричи. Отмечается, что снаряд находился на расстоянии около 50 метров от жилых домов. Эвакуация жителей не проводилась. Еще одна новость из Светлогорска. В одной из квартир микрорайона Молодежный загорелся гироскутер, поставленный на зарядку. Как сообщили в МЧС, в момент пожара в доме находилась 8-летняя девочка с тетей. Причиной возгорания стало самостоятельно изготовленное зарядное устройство. В результате произошло короткое замыкание аккумуляторной батареи. Обошлось без пострадавших. Пострадавших нет машины на металлолом. Накануне в Гомеле напротив торгового центра «Мандарин» произошла авария. В ДТП участвовало два автомобиля, один из которых после столкновения отбросило на опору электропередачи. Отметим, что несмотря на искореженные машины, обошлось без травмированных. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.